Здравствуйте, это новости на телеканале Хабар. Число жертв мощной волны, обрушившейся на Тихоокеанское побережье Мексики, выросло до трех человек. По данным гражданской обороны страны, вода хлынула на пляж и смыла людей в океан. Стихия затронула несколько штатов. В четырех муниципиях штата Геррера объявлено бедственное положение. Там пострадали 535 домов. В курортном городе Акапулько нанесен урон нескольким отелям. Многие туристы не могут уехать на своих машинах, так как автостоянку залило водой. В настоящее время все силы брошены на борьбу с последствиями стихии. Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный региону. По мнению метеорологов, природное явление было вызвано сильным встречным экваториальным течением. Я потеряла все, абсолютно все. Ничего не осталось от моего дома. Все, что осталось, это кровать. Сам дом оказался на краю обрыва. Я не уверена, что нам удастся его спасти. Громкий коррупционный скандал разгорелся в США. Глава Сената штата Нью-Йорк Дин Скеллес и его сын Адам обвиняются в мошенничестве, шантаже и пассивном взяточничестве. 67-летний чиновник и его 32-летний наследник занимались вымогательством, требуя от компании вознаграждения за свои услуги. По данным следствия, они получили 220 тысяч долларов от компании-застройщика из Нью-Йорка и компании из Аризоны. Всего против Скеллесов выдвинуто 6 пунктов обвинения. Однако сам сенатор отверг все и выразил надежду, что суд присяжных его оправдает. Адвокаты политика намерены оспорить все обвинения в суде, пока неизвестно, сложит ли свои полномочия депутат-республиканец на период судебного разбирательства. В Павлодарской области развернулась борьба с кровососущим гнусом. Дезинфекционная обработка ведется на открытых водоемах вблизи населенных пунктов и пойменных участков. Небывалый разлив Иртыша в этом году благопрепятствует росту числа кровососущих насекомых, поэтому вовремя принятые меры позволят снизить их количество. Ербул Абишев подробнее. Чтобы противостоять бесчисленной армии гнуса, ежегодно против них ведется дезинфекционная обработка. В этом году на эти цели из бюджета Павлодара выделено около 160 миллионов тенге. Обработке подвернется более 50 тысяч гектаров площади. По фенологическим наблюдениям, личинки комаров достигли второго и третьих возрастов, самый момент для потравки. Обработка у нас ведется препаратом бактицит, который является совершенно безвредным для биоразнообразия поймы Иртыша и окружающей среды. Он будет воздействовать непосредственно на личинки кровососущих насекомых и мелкого гнуса. По предварительным прогнозам, эффективность дезинфекционной обработки позволит снизить уровень кровососущих насекомых до 85%. Первые результаты протравки будут видны спустя трое суток, поэтому за процессом следят тщательно. Показания ежедневно ведутся совместно с Управлением по защите прав потребителей СЭС. Также у нас работает научная группа, которая ведет наблюдение за развитием личинок. Между тем, ученые обеспокоены ситуацией нынешнего года. Небывалый разлив Иртыша покрыл огромную площадь. Поэтому выделенных денег на борьбу с кровососущим гнусом может и не хватить. Много будет пойменных участков, где надо будет обрабатывать именно против личиночной стадии комаров. По мнению ученых, сейчас важно успеть провести обработку. Борьба с кровососущими ведется широким фронтом. Кроме Павлодара, около 4 миллионов квадратных метров протравят вблизи города Аксу. А на обширных площадях будет задействована авиация. Ирбулович Фармани Кубов, Алексей Милицкий из Паладара. В Алматинской области возрождают свекловодство. По поручению главы государства с этого года площадь засева свеклой будет увеличена с 1300 до 4000 гектаров. Для этого в Германии, Канаде и Беларуси закуплена необходимая спецтехника на общую сумму около миллиарда тенге. Также определены пять районов, где будет засеваться сахарная свекла. Все крестьянские хозяйства получат субсидии по 60 тысяч тенге за гектар и по 13 тысяч тенге за каждую тонну. Семена для выращивания французского производства им уже доставлены. Кроме того, с Республиканским зерновым фондом заключена договоренность о ремонте Коксузского сахарного завода. На его реконструкцию будет выделено 500 миллионов тенге. Запустить завод планируется уже осенью. Он сможет перерабатывать до 200 тысяч тонн сахарной свеклы в год. Напомним, Алматинская область несколько десятилетий назад считалась основным производителем сахарной свеклы в стране. Но со временем из-за закрытия перерабатывающих заводов крестьяне перестали выращивать эту культуру. И свекловодство в регионе пришло в упадок. Если мы посеем 4000 гектаров, получим урожайность где-то 300 центнеров в гектар, общий объем, вал сахарной свеклы будет 120 тысяч центнеров. При переработке он даст нам порядка где-то 10-12 тысяч тонн сахара. Это перекрывает потребность области в сахаре. У нас даже будут излишки для того, чтобы мы могли его экспортировать. Реализация задач, поставленных главой государства, обозначит нашу республику как символ благополучия и политической стабильности, так считают представители этнокультурных объединений Павлодарской области. Народ Казахстана добился того, что мы живем в мирном согласии. Вот это большее, что мы желаем, чтобы мир был в нашем доме. Мы очень рады, потому что наш Елбасы – это единственный человек, который в данный момент способен вести нас дальше к новым победам, к новым свершениям. И поэтому мы двумя руками за нашего лидера, за нашего президента Аббаса Назарбаева. Наша промышленность, чтобы заработала бизнес, бизнесу особое внимание, потому что, как сам Елбасы говорил, это рычаг именно, можно сказать, всей экономики. Один из классов города Актау-мини – копия многонационального Казахстана. В нем учатся представители 15 национальностей. Первоклассники постигают культуру и обычаи разных этносов, проживающих в нашей стране. В год Ассамблеи народа Казахстана прививать толерантность и взаимоважение своим детям решили родители. Их инициативу подхватила классные руководители. Вот результат. Открытые уроки проходят в национальных костюмах под звуки этнической музыки и фольклорных песен. Тамара Степанова познакомилась с необычным подходом в воспитании. Представители 15 национальностей учатся в этом классе. На урок дружбы каждый подготовил красочную программу про свою нацию и ее особенности. Примечательно, что дети наряжаются даже в платье тех этносов, которых нет в классе, но их представители живут в Казахстане. Например, индусов, как это сделали Милана и Сабина. Дружба народов не просто слова. Дружба народов навеки жива. Многонациональность этого класса первыми заметили родители еще в начале учебного года. Мамы и папы вынесли предложение, почему бы не рассказать о своей нации соседям по парте. Шили костюмы, подготовили стихи, разучили танцы. Сегодня братья чеченцы Аскар и Абдуалим учат лесгинки своих одноклассников. Такие часы патриотизма и толерантности проходят у первоклашек регулярно. Классный руководитель, педагог с 25-летним стажем Регина Гукасари в восторге от затеи. Учитель сама по национальности удинка и может многое рассказать первоклашкам об обычаях и культуре этого древнейшего народа Кавказа. Всесторонний подход к образованию малышей, говорит она, важен именно в этом возрасте. Они узнали о том, что в их классе учатся и дети других национальностей. Что у этих деток тоже есть свои традиции и свои обычаи, при помощи которых дети раскрывают знания о других нациях. Способствует дружбе, взаимопониманию в коллективе. Данил и Ильяс, как и другие их одноклассники, помогали своим родным шить себе национальные костюмы. Несмотря на возраст, они уже многое могут рассказать о татарском костюме. Кроме того, мальчишки с удовольствием рассуждают о дружбе и патриотизме. Но на этом их разностороннее развитие не останавливается. По словам классного руководителя, уже во втором классе дети будут играть национальные игры и разучивать песни на другом языке. Ну а спустя два года мальчики и девочки могут смело угощать своих одноклассников вкусными национальными блюдами собственного приготовления. Тамара Степанова, Соломат Бигбаев, Актау. Акция агентства Хабар «Спасибо за победу» продолжается. Напомню, сотрудники агентства перечислили свой однодневный заработок фонду оказания помощи участникам Великой Отечественной войны. И на собранные средства приобрели для фронтовиков подарки. Накануне наши корреспонденты в семье побывали в гостях у ветерана Раисы Денисовой. Фронтовик пережила блокаду Ленинграда, а после попала на фронт. День победы для Раисы Денисовой двойной праздник. 8 мая ветеран отметит свой 89-й день рождения. Подарок от агентства Хабар пришелся кстати. Старый телевизор давно вышел из строя. Очень благодарна вам, что вы такой подарок мне сделали. Дай Бог вам здоровья, счастья в семье, в вашей работе, чтобы был всегда мир. Раиса Александровна не любит вспоминать об ужасах войны. Ведь во время блокады Ленинграда ветеран потеряла всех своих родных. И в 15-летнем возрасте осталась круглой сиротой. Взрывы снарядов и звуки сирены фронтовик не забудет никогда. Началась сирена, как по радио сирена. И все прятались в бобоубежище, в подвал. Как вот у нас подвал, там такие же большие дома. Прятались все, как сирена. Там все воздушная тревога, воздушная тревога. Все люди убегали в подвал. Во время очередной эвакуации ей удается выбраться из окруженного фашистами города. Так Раиса Александровна попадает в расположение одной из войсковых частей. Здесь она оказывает помощь раненым солдатам и даже помогает ремонтировать подбитые самолеты. О том, что война закончилась, девушка узнает в свой день рождения. Восьмого ночи передали, что война закончилась. Все вышли. Все солдаты, солдатские там. Женщины тоже все солдатские. Много было девушки. И вышли. Кто плачет, кто радуется. День Победы. Как поются счастья и слезы. Слезы и радость. До празднования юбилея Великой Победы остались считанные дни. Долгожданный праздник Раиса Александровна отметит в окружении своих родных и близких. Ее самое заветное желание, чтобы больше никогда не было войны. Руслан Шакобаев, Медитумирханов, Анатолий Тернов, Берег Жобалайулы. Семей. 1 миллион 530 тысяч долларов США. Именно такую сумму выплатили британские букмекеры, игрокам, угадавшим имя новорожденной принцессы Кембриджской. Напомню, принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали второго ребенка Шарлотта Элизабет Диана. Имя ребенка удали по согласованию с бабушкой принца Уильяма, королевой Елизаветой II. Шарлотта стала пятой правнучкой королевы и займет четвертое место в очереди на британский престол. Принцесса родилась 2 мая и с момента рождения девочки число тех, кто был уверен, что ее назовут Шарлоттой, значительно выросло. Только за последние два дня букмекеры приняли 20 тысяч ставок на имя новорожденной принцессы. Это больше, чем на предстоящие 7 мая всеобщие парламентские выборы. Сообщается, что некоторые игроки ставили на кон шестизначные суммы. А к этому часу у нас все. Ищите новости на сайте хабар.кз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин